Ну вот в этот вход я зашла и вот здесь на плитке подскользнул, все упало. Сломал ногу. Прямо перед Новым годом. Все праздники провела в больнице после операции. Потом два месяца еще дома. Сейчас предстоит еще операция. Это краткий пересказ событий, которые произошли 30 декабря 2016. Почти год Елена проходит лечение. Сколько еще придется потратить сил, времени и средств на восстановление после повторной операции сложно сказать. Еще сложнее принять факт отказа администрации комплекса. Признавать, что травму мама двоих детей получила на их территории. Серьезные люди на полном серьезе говорят. Женщину со сломанной ногой ко входу подкинули. Это как бы одна из версий. То есть естественно настаивает на том, что она упала в торговом центре. Доказательств этого они не предоставляли. Видеозапись хранится две недели. Это как бы одна из версий. Такие упреки в свой адрес Елена справедливо восприняла как издевательство, поэтому обратилась в суд. Ведь изначально хотелось простого человеческого отношения. Ну хотя бы извинились изначально. Никаких от них. Хотя они знали, все видели, как мне сказали на камере. Что на камере все в тот момент они видели, посмотрели. Ой-ой-ой, как ужасно. Все, больше никаких не было. И то это не мне было сказано, а мы ему можем. Правда, потом запись исчезла. Но юристы говорят, есть иные доказательства. Во-первых, зафиксированный выезд бригады скорой помощи. Показания фельдшера и очевидца. Кроме того, Елена прошла проверку на полиграфе. Результат подтверждает, упала и травму получила здесь. Помимо прочего, был проведен ряд экспертиз. Специалисты в области строительства и теплотехники нашли нарушения и заключили. Входная группа не соответствует действующему законодательству. Не соответствует действующему законодательству. В части наличия ливневой канализации, в части оттока. В результате образовалась снежная корка, ледяная корка. Чтобы избавиться от ледяной корки, в холодное время года должна работать тепловая пушка. Но ни в день происшествия, ни в день съемок включена она не была. Глянцевую плитку, что лежала здесь раньше, заменили сразу, как началась череда судебных разбирательств, уверяют юристы Елены. Кроме того, на дверях входной группы нет предупреждающей таблички, мол, будьте осторожны. В общем, все не так. Однако администрация торгового центра стоит на своем. Суд решит и вынесет свой вердикт. А сейчас о чем он говорит? Все как бы преждевременно. Мы говорим о том, что если будет доказана вина торгового центра, вопросов нет. Сейчас судом назначена медицинская экспертиза, которая определит тяжесть вреда, нанесенного здоровью Елены. После Фемида вынесет решение. В общем, будьте осторожны, собираясь на шопинг. Безопасность вам, как видно, никто и нигде не гарантирует. Дина Мустаева, Александр Зюзяев. Наши новости.